Я хочу предложить вам сегодня увидеть одну драгоценность из тех многих, которые Иисус Христос, уходя с этой земли, оставил для нас. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 14, 27. Иисус Христос сказал здесь так. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Здесь два греческих слова, абсолютно разных, переведены одним словом нашим русским «мир». И в одном случае слово «мир» означает просто устройство на всей этой земле, вот мир, землю эту, все этот мировой порядок, который здесь есть у нас сегодня. А другое слово «мир» означает покой и безопасность. И вот Иисус Христос говорит, что «я оставляю вам мой покой и безопасность. Мир мой даю вам». Не так, как этот мир дает. Этот мир тоже предлагает покой. Этот мир тоже предлагает какую-то безопасность. Иисус говорит «моя безопасность и мой покой» – это что-то особенное. «И я вам оставляю это, я вам передаю это». Конечно, Иисус говорил и по-другому. Допустим, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 34 стихе написано так. «Не мир пришел принести я, а меч». И это слово «мир» – это все то же самое слово, которое означает покой и безопасность. Так вот здесь Иисус говорит «не покой и безопасность, я пришел принести, но меч». И некоторые люди пытаются использовать, как будто это разногласия, как будто это противоречие в Библии. Но мы знаем, что в Библии нет противоречий. Но Библия настолько глубока, что порой с первого взгляда ее просто не поймешь. Так вот, в том случае, где Иисус говорит «я пришел принести меч», речь идет о бескомпромиссности ко греху. Нужно назвать черное черным, а белое нужно назвать белым. И вот здесь зачастую нужен меч. Вы знаете, фарисеям того времени, которые слышали Иисуса Христа, им очень не нравилась вот эта истина. Им очень не нравился этот меч, потому что они привыкли истину использовать в каких-то своих целях, в своих выгодах. Но с Иисусом так не получалось. Однажды, например, Иисус Христос задал им вопрос. Он сказал «Как вы считаете, Иоанн Креститель от кого пришел? От людей или от Бога?» И мы знаем, что Иоанн Креститель, он пришел, чтобы подготовить путь к Господу. И царь Ирод схватил его, посадил в темницу, а затем и обезглавил. И фарисеи и книжники не приняли Иоанна Крестителя. Так вот, Иисус задает им вопрос. «Скажите, Иоанн Креститель откуда был? От Бога или от людей?» Друзья, страшно то, что эти люди даже не задумались о том, откуда же был на самом деле Иоанн Креститель. Они отошли в сторонку и написано рассуждали между собою. Если, скажем, от Бога, тогда Он у нас спросит, а почему же вы не приняли Его? А если, скажем, от людей, боимся народа, потому что все Его за пророка почитают, все-то считают, что Он от Бога пришел, и все, у них тупик. И так невыгодно, и так невыгодно, просто попали. И они приходят к Иисусу и говорят, «Мы не знаем, откуда был Иоанн Креститель». И они не знали не потому, что эта истина как-то была скрыта особенным образом, они не знали, потому что они не захотели узнать. Сегодня многие люди не знают истину по одной причине, им не хватает вот этого меча, который разделяет черного от белого. Они привыкли истину в одном месте подстроить под себя так, в другом она будет звучать по-другому, все зависит от обстоятельств, все здесь как-то зависящее от многих ситуаций. И вот в этих случаях нужен меч. Иисус, говоря о бескомпомистности ко греху, сказал, «Я пришел принести не мир и не покой здесь, не безопасность в этой ситуации». Это очень опасная ситуация, когда у тебя нет ни черного, ни белого, когда у тебя истина, то в одном месте она так звучит, в другом месте по-другому звучит. Иисус говорит, здесь нет мира, здесь нет безопасности и покоя. Как бы ты, чем бы ты себя не захотел успокоить и защитить, ничего не получится. Иисус говорит, «Я пришел принести другой мир, другую безопасность». И вот здесь нужен меч. Но, когда речь идет о том, что по-настоящему Бог хочет, когда идет речь о намерениях Божьих, то здесь Иисус Христос, заканчивая свое служение на этой земле, говорит, «Я передаю вам мир». Уходя с этой земли, Иисус Христос сказал, «Я оставляю вам покой, я оставляю вам безопасность». И это, по всей видимости, не зависит от дел, насколько я здесь вижу. Он говорит, «Я вам просто это передаю, я просто это сокровище вам оставляю». Мне очень хочется, чтобы мы вместе прочитали с вами одно местописание, которое меня просто вдохновило. Это пророк Исаия еще говорил в 54 главе. Поэтому, если на экране можем посмотреть, посмотрим, если нет, откройте это местописание. Исаия, 54 глава, 9 стих. Я думаю, что это местописание, как и многие другие, достойно заучивания наизусть. И оно вам очень понравится. Вот как здесь написано. «Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, говорит Бог. Так поклялся, не гневаться на тебя и не укорять тебя». Так я не вижу аплодисментов. Это же великий Бог. Он дал такое обетование. Вы только подумайте. Это Бог, обращаясь к нам. Он говорит, «Точно так же, как я поклялся, больше не потопить землю водою, как это было во времена Ноя. Точно так же я поклялся, я не буду укорять тебя. Я не буду гневаться на тебя». И сегодня Бог не укоряет нас. Сегодня Он не гневается на нас. Сегодня Он смотрит на нас с довольством. Сегодня Он радуется о каждом из вас, что вы здесь, в какой бы ситуации вы ни оказались. И как мы сегодня слышали, каждая эта нужда, каждая записка, она свидетельствует о том, что вы верите, и вы ожидаете, что Бог ответит? И Он обязательно ответит. Аминь. Аллилуйя. Мне это так нравится. Это не надо зарабатывать. Знаете, есть некоторое поверье, что когда ты сделаешь все правильно, тогда у тебя есть мир в сердце. Но когда ты сделаешь что-то неправильно, тогда, конечно, у тебя не будет мира в сердце. Но если честно, я не так верю. Я хочу у вас спросить, извините, а кто из вас все делает правильно? Куда я попал? Но и я не могу поднять руки. И вряд ли кто-то из живущих на этой земле может поднять руку и сказать, что я все делаю правильно, и поэтому у меня есть мир с Богом, и поэтому у меня этот мир есть в сердце. Иначе Иисусу Христу не надо было приходить на эту землю. Но Он пришел по той причине, что все живущие на земле были безнадежно потеряны, все согрешили, все лишены славы Божьей. И Иисус Христос пришел, чтобы взять нашу вину, всех нас на себя, а нам подарить прощение. И когда Он это сделал, и воскрес из мертвых, и уходя, Он сказал, я оставляю вам мир мой, я оставляю вам эту безопасность, я оставляю вам этот покой в моем присутствии, он будет подтверждением тому, что я никогда не оставлю вас, я никогда не покину вас. Поэтому сегодня я верю, что Божий мир находится в сердцах наших, не от того, что мы все делаем правильно, но когда Он находится в наших сердцах, и мы верою это принимаем, и мы держимся за этот Божий мир, за Его присутствие, то тогда мы понимаем, как надо поступать правильно, и тогда у нас есть силы, чтобы поступать правильно. Аминь. Слава Господу нашему за этот великий подарок, за этот великий дар, за это сокровище, которое Он нам оставил. Свой божественный покой, свою божественную безопасность. И мы можем уповать на это. И нам нужно хранить это. Не зарабатывать, а хранить этот Божий покой, эту Божью безопасность. Нам нужно не отпустить это, не отдать никому. Мы не можем заработать, но нам нужно сохранить. Об этом говорит Слово Божье. Посмотрите. Послание Иакова, 3 глава, 18 стих. И здесь написано так. Плод же правды, давайте внимательно, плод правды, в мире, вот в этом покое, вот в этой безопасности, сеется у тех, которые хранят мир, хранят этот покой и безопасность. Уловили? Плод же правды, он сеется вот в этом состоянии доверия Богу, в этом состоянии безопасности и покоя. Но он сеется, он остается там, он потом, эти плоды потом вырастают, правды, когда ты хранишь этот мир. Потому что именно в этом покое и в этой безопасности, в этом мире, Бог хочет говорить сегодня с церковью. И сегодня очень много есть того, что пытается своровать этот мир. Очень много в этом мире разных тревожных новостей, разных интересных предложений, где предлагается стереть границы, где предлагается просто оставить этот меч. И нам надо хранить, на самом деле хранить, доверяя Богу каждую нашу ситуацию, оставаясь верными Богу и не допуская сомнения и страхи в наши сердца. И это зависит, оказывается, от нас. Иисус Христос, говоря, что Он оставляет свой мир и дает нам свой мир, Он потом говорит, что это означает. И дальше Он сказал, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Да не смущается сердце ваше. И здесь, если вы посмотрите в оригинальном тексте, то это слово дословно больше похоже на сомнение. Да не сомневается сердце ваше и да не устрашается сердце ваше. Я даю вам этот мир. Каждый, кто принял Иисуса Христа в свое сердце, кто доверил Ему свою жизнь, он имеет этот подарок и он имеет ответственность, чтобы хранить этот подарок навсегда. Аминь. Аминь. Поэтому в Колоссянах в 3 главе 15 стихе написано «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны». И знаете, мне кажется, это очень так закономерно и естественно, когда ты имеешь мир в своем сердце, призвать тебя к дружелюбию. Откуда распри, откуда разногласия, откуда всякие споры, откуда зло, откуда ругань какая-то. Да потому что каждый хочет защитить себя, каждый хочет почувствовать себя защищенным, каждый хочет как-то доказать, что он все-таки лучше, чем на него смотрят. И здесь апостол Павел говорит, что оставайтесь в мире Божьем, который приходит от Бога, а не от того, что ты это каким-то образом заработал. И тогда у тебя будет все необходимое, чтобы быть дружелюбным. Поэтому апостол говорит, вы призваны к этому миру и будьте дружелюбны. И в этой же главе, в 54-й, в этой главе книги Исайя, в 13-м стихе Господь говорит, «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Принимайте церковь. Это то обетование, за которое Иисус заплатил кровью своей, чтобы мы имели этот мир, которого так не хватает этому миру, этим людям, которые еще не знают Бога. И у нас есть особенная ответственность, чтобы не только иметь этот мир в наших сердцах, но чтобы этот мир передать людям, которые Бога еще не знают. Евангелие от Марка говорит так, 9-я глава, 50-й стих, вторая часть стиха, «Имейте в себе соль и мир имейте между собою». А послание к Римлянам в 12-й главе, в 18-м стихе написано так, «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Хочу напомнить еще слова Иисуса Христа, который сказал, что блаженны кто? Миротворцы. В контексте того, что вы слышите, очень напрашивается «блаженны миротворцы», потому что они будут наречены сынами Божьими. Блаженны вы, драгоценные братья и сестры, когда вы храните в своем сердце Божий мир. Не допускаете туда страхи и сомнения, но потом, когда вы передаете этот мир окружающим людям. Наши семьи, наши дома должны быть домами мира, домами покоя. Не домами войны и распли, и разногласий, но домами мира и покоя. На нас есть эта ответственность. Я был в течение этого месяца у родителей в Хабаровске. Там живет мой друг, с которым мы росли, учились вместе там, в общем, дружили вместе. Он сегодня тренирует ребятишек, боксу учит. И каждый раз, когда я к нему приезжаю, приезжаю в Хабаровск, с родителями мы встречаемся и проводим какое-то время вместе. Это тоже очень хорошее время. И помню, когда последний раз я приезжал и предпоследний раз, он чувствовал себя очень уверенно и он гордился тем, чем он занимается. Он гордился тем окружением, которое его окружает. Он гордился теми ценностями, понятиями, в которых он живет. И там боксеры, они занимаются там разными делами. И он как-то показывал это очень красиво. И вот в этот раз интересная встреча у нас получилась. когда я увидел больше разочарованного человека, чем уже чем-то хвастающегося. И он говорит, ты помнишь, Филька его звали, Андрей Фильчагин, и он был очень успешный спортсмен, боксер тоже. Он говорит, полгода назад повесился. Это был шок просто для меня, потому что я тоже его очень хорошо знал, мы тоже дружили вместе. Говорит, а помнишь вот того тренера, и это был тренер, который показывал там нам разные, в общем, учил тоже. Я говорю, конечно, помню, он говорит, недавно умер в доме престарелых. И вот это тренер-боксер, и вот это окружение, и вдруг мой друг начинает видеть, что те ценности и понятия, они не настолько-то и долговечны, они не настолько-то и ценные. и когда этот человек никому не нужен оказался, его отдали в дом престарелых, и потом он там уже закончил свой путь на этой земле. И мой друг сидел, как я видел, разочарованный, и он говорит, тебе хорошо, у тебя есть какой-то такой вот смысл в жизни. А я вот не знаю, стараюсь, я думал, что у меня тоже есть, а вот теперь как-то не понимаю. И знаете, он не готов еще, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце прямо вот в тот момент, но то, что я понял, ему нужно. Это не то, чтобы я сказал, да, конечно, я с Богом, поэтому у меня все в порядке, а ты вот без Бога, поэтому у тебя не так все, все остальное ерунда. Я ему сказал, ты знаешь, у тебя есть целая группа молодых ребятишек, если ты научишь их честности, если ты научишь их смелости, если ты научишь их, вот, чтобы они умели побеждать, когда им трудно в жизни, то ты сделаешь великое дело, и может быть, именно для этого ты живешь на этой земле, чтобы эти пацаны не ушли куда-то в разбой, в преступность какую-то. Если ты дашь им эти качества, и я потом ему проповедовал о тех качествах, о тех ценностях, которые Бог открыл нам с вами, и он слушал, и я думаю, что не ошибаюсь, если скажу, что в его глазах загорелась какая-то искорка, и наш диалог наверняка продлится, потому что там не было тупика, когда он почувствовал бы от меня обвинение, и нужно было бы ему оправдываться, но он почувствовал, что есть какая-то перспектива у него, и он эту перспективу услышал от меня, а это значит, он захочет услышать от меня и следующее что-то. Дорогие, наше призвание с вами, чтобы иметь мир Божий в наших сердцах, не позволить этому, никакому окружению, никаким обстоятельствам своровать у нас этот мир, и наше призвание в том, чтобы этот мир распространять направо и налево, распространять всем окружающим нас людям. Бог дал нам служение примирения, чтобы мы вдохновляли людей, чтобы мы ободряли людей, чтобы мы объясняли им, что все нормально, у тебя получится, чтобы мы говорили им слова, которые их поднимут, тогда они захочут услышать что-то следующее от нас. Это служение примирения, это служение миротворцев и блаженны те, которые имеют в своем сердце Божий мир и которые этот мир передают другим людям, не имеющим его. Поэтому, драгоценные мои братья и сестры, драгоценные миротворцы, пусть Бог благословит вас в этом великом служении. Несите этот мир, храните его в своем сердце и распространяйте его на всяком месте, ободряя людей, помогая им жить, поднимая их из тех обстоятельств, в которых они оказались, не зная Бога. И Бог даст вам мудрости, как потом привести их к себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова